А вы в курсе, что в Сочи до 2030 года нужно построить больше 35 школ и детских садов? Такие задачи для города прописаны в стратегии социально-экономического развития Краснодарского края. Сочи с каждым годом становится все популярнее не только для туристов. Сюда семьями на постоянное место жительства приезжают со всей страны. А еще стремительно растет рождаемость. По 7 тысяч малышей в год появляется на свет в городском перинатальном центре. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи. Но сегодня в нашей программе мы говорим о школах и детских садах. Насколько остро стоит вопрос с очередями в дошкольные учреждения и всем ли хватает мест за партами в школах. На эти вопросы нам ответила начальник управления образования и науки администрации города Сочи Ольга Медведева. Муниципальных школ 69 – это абсолютно все направления, гимназия, лицеи, основные школы, средние школы. Даже есть две начальные школы, детские сады и одна вечерняя школа. И в них обучается у нас более 70 тысяч человек, почти 70 тысяч 300. Конечно, загрузка велика. Мы на сегодняшний день имеем 76 детских садов. Это тоже различные направленности учреждений и просто детские сады, центры развития, комбинированные, компенсирующие направленности, общеразвивающие. Они расположены во всех районах. Загрузка в них 25 тысяч человек, почти 25 тысяч 300. Причем детей от 2 до 3 лет у нас более 2 тысяч, чуть более 2 тысяч. Все остальные детки – это дети от 3 до 7 лет, то есть это 23 тысячи детей. Загрузка велика. Наши учреждения перегружены. Это не секрет. И мы сейчас занимаемся не только строительством, но и поиском земель. Потому что это самое ценное и самое труднонаходимое в городе Сочи. Поиском земель под строительство. По поручению главы города Алексей Сергеевич дал такое поручение и Департаменту архитектуры, и Департаменту имущественных отношений. Естественно, строителям, образованию, спорту, культуре. Мы сейчас проводим совместные еженедельные уже встречи по отработке участков, которые находим в городе и смотрим, что туда можно посадить. Работа идет, я не могу сказать, что она идет быстро, потому что работа – это тяжелая. Есть какие-то обременения, и это не только там уже имеющееся жилье или собственность другого уровня, не муниципальная. Это еще может быть обременение, например, высоковольтные линии какие-то, ну какая-то коммуналка, да, какие-то сети. Население Сочи за последние пять лет увеличилось на 200 тысяч человек. Из них почти 30 тысяч – это дети. Город просто физически не успевает за темпами миграции, да, и рождаемость растет. Например, школ нам надо до 2030 года построить не менее 15. Это разные наполняемости школы в разных микрорайонах. Детских садов нам надо построить не менее 20, тоже разной наполняемости и в разных микрорайонах. Самые уплотненные территории – это весь центр абсолютно, все школы центра и все детские сады центра переполнены. Это Хоста, центр Хоста, Светлана, очень напряженный район, Бытха, Фабрициуса, Мацеста. Очень тяжелая ситуация в центре Адлера, ну и уже подтягивается Дагомыс. А, еще забыла сказать, что Чайсовхоз, Голубые дали – тоже густонаселенный, такой плотный район, приток населения плотный. У нас же школы переполнены не только потому, что рождаемость хорошая, но еще и потому, что приток на постоянное место жительства людей со всей России, со всех уголков России велик. Минимум 4 тысяч, даже 4 тысяч уже у нас нет, 4,5-5 тысяч детей за лето приезжают только в школы. В классах 40-42 человека, это в густонаселенных районах, но есть и школы, в которых 46 человек. К сожалению, большому учим, учим. Тяжело, трудно, это проблема, это вызов. Но пока такое решение. В детских садах 2 квадратных метра минимум должно быть на ребенка. Пока выходим из ситуации, тоже переуплотнение, пока выходим из ситуации, потому что посещаемость не стопроцентная, но посещаемость хорошая, 70%. Отличная посещаемость, то есть тоже уже напряжение. Постоянно находимся в процессе строительства, не знаем уже, кто мы больше по профессии, наверное, уже строители. Значит, уже построена в 2019 году. Пристройка к 15-й, 82-й, говорила об этом много раз. По 400 мест каждая. Введен детский сад на Мацесте, номер 4, на 120 мест. Сразу заполнен, моментально, просто под крышу. Если обратиться к истории, последний полноценный детсад Сочи открывали еще в 80-х, а только за последние несколько лет город построил 9 новых дошкольных учреждений и еще 11 пристроек. Что касается детского сада номер 4 на Мацесте, там действительно уже нет свободных мест. Строительство детсада началось летом 2018 года. Свои двери пристройка распахнула уже через год, в июле 2019-го. Новый детсад назвали город детства. И действительно, здесь есть все для счастливой жизни малышей. Просторные игровые, уютные спальни и настоящий спортзал с тренажерами. Корпус на 120 мест – это пристройка к уже существующему на 80. Ну, мы, в принципе, путевку долго не ждали, нам ее дали сразу, как это, по возрасту. Ну, здесь все красиво. Я в этот садик ходила, когда он еще был старый. Мои дети ходили в этот садик, теперь внуки пойдут. Пристройки, то есть отдельно стоящие здания, но на территории существующего учреждения, сегодня это один из лучших вариантов решения проблемы с очередью в детские сады в Сочи, говорят в администрации. На территории не каждой школы и не каждого детского сада можно построить пристройку. Это самый быстрый вариант. Может быть, он кому-то и не нравится, но это самый быстрый вариант. Это наша земля, нам уже не надо ее выделять. Это наши сети, нам, ну, может быть, где-то надо усилить их, да, но, тем не менее, они уже есть, их не надо тянуть. То есть проект не такой дорогой, как строить на новом месте, в чистом поле или там в горах, например. До конца года еще планируем достроить 4 детских сада, большой семерка детский сад на улице Октября в Хосте и 3 пристройки по 80 мест в районах, которые очень нуждаются в этих детских садах. КСМ, Макаренко и Чайсовхоз. Помимо этого, нам надо закончить капитальный ремонт здания на Макаренко 8А. Это большая школа на 1100 мест. Это гимназия номер 6 на сегодняшний день. Школа, которая будет охватывать 5-11 класс. Очень хорошо бы мы отделили начальную школу и психологически, и педагогически. Это хорошее решение, грамотно. Отделили бы начальную школу, она бы осталась в 6-й гимназии, 5-й, 11-й класс бы, переехал на Макаренко не так далеко, Макаренко 8А. Оборудование, полностью ремонт, строительство мы бы не сделали сами. Мы бы не смогли это осуществить, к сожалению, большому. Но, к счастью, нам помогает край. И все эти объекты, кроме 4-го детского сада, входили в краевые программы и входят еще до сих пор в краевые программы. Что в ближайшем будущем? Ну вот я скажу только о следующем нашем календарном годе. 20-й год, спасибо, уже есть подтверждение, что мы входим в краевые программы. По школам, 23-й лицей многострадальный, пристройка на территории, прям. 11-я школа, пристройка на территории, то есть Мацеста, Виноградная, те районы, которые я называла Центр, Хоста, Хостинский район Мацеста. Мамайка, это, наверное, самый ожидаемый объект в городе. О нем говорят долго, лет 25, строить начинаем в следующем году. И Поляна, Красная Поляна, это 4-я школа. Мы ждем подтверждения в начале следующего календарного года. То есть если о трех объектах мы говорим уже уверенно, да, начинаем строить, то 4-й объект, это подтверждение только будет в начале 20-го года. Ну, очень надеемся, что он тоже войдет в Красная Поляна. Один из самых стремительно развивающихся районов. Детские сады, 4 пристройки. Два сада в Центральном районе, 6 и 105, и два сада в Адлерском районе, 46 и 56. Получат пристройки на 80 мест. Входим в программу 20-го года. Это ближайшая перспектива. Ну, а теперь о пристройках к школам, которые открыли в этом году. Они появились сразу в двух районах города. Это пристройка к школе номер 82 в Дагомысе. Свои двери для 400 школьников она распахнула 1 сентября. Пристройка название условное. На самом деле это отдельное здание со всей необходимой инфраструктурой. Здесь занимаются начальные классы. В здании все свое. Спортивный актовый зал, медицинский блок, столовая. Места теперь хватит всем. В 2019 году в нашей школе появился новый корпус, в который теперь обучается начальная школа. Раньше, когда не было нового корпуса, было слишком много людей. В коридорах было переполнено людьми, детьми, особенно начальными классами, которые бесились, играли. Было неудобно. Было мало кабинетов. Было мало учителей. Но когда появилась новая школа, все начальные классы перешли. Стало больше кабинетов, в которых мы теперь занимаемся. Больше места. И стало тише в школе. Также в новой школе у нас есть собственная столовая, медицинские кабинеты, спортзал, актовый зал. У нас вечное скопление машин было из-за того, что не было парковки. Когда ее построили, все, кто были на машинах, приезжали, останавливали машины, доводили детей до школы. И не было такой толкучки, и не было пробок. Раньше не было парковки, автобусы, машины стояли в пробках, и не всегда успевали дети ко звонку. И это нарушало дисциплину, и все-таки с урока какое-то время занимало. Также у нас обустроилась наша спортивная площадка. В хорошую погоду у нас проходят здесь уроки физической культуры, на которых мы играем в футбол, волейбол. Отремонтировали дорожки, сам стадион. Поставили новые ворота, сетки поставили. И заменили части поля. А это пристройка к 15-й гимназии в микрорайоне Макаренко. Район стремительно растет. Мест за партами в одном только старом здании катастрофически не хватало. Новая решила проблему. Сюда переехали ученики начальных классов. Пристройка рассчитана на 400 мест. Этот корпус рассчитан на 400 мест. Обучаются здесь дети начальной школы. 810 учащихся обучаются в две смены. Конечно, этот корпус дал нам возможность глубоко вздохнуть детям основной школы и старшей школы. Очень удобно и очень комфортно. Почему? Потому что у детей отдельная столовая, у детей отдельный спортивный зал, танцевальный зал, библиотека, актовый зал. И, конечно, большие свободные коридоры. Есть возможность заняться всем, что тебе хочется. Активной двигательной работой. Можно поиграть в шахматы. Можно посмотреть великолепные научно-популярные фильмы. И можно заняться робототехникой. Вот все эти возможности нам дал новый корпус. Замечательное качество. Почему? Потому что хорошие качественные материалы. Сейчас мы пустили отопление. Очень теплый корпус. Очень светлый корпус. И очень удобный. К сожалению, начальная школа у нас не поместилась в одну смену. Корпус рассчитан на 400 человек. Обучается 810 учащихся. Но вы же представляете, что если бы не было данного корпуса, то принять всех желающих детей в старом корпусе, это просто не представлялось возможным. Как вам кажется, насколько хороша идея делать такие пристройки на существующей территории школы? Я считаю, что это замечательная идея. Почему? Потому что в нашем городе ежедневно пребывают жители. И на сегодняшний день у меня прием. На прием записаны 12 человек. И все эти 12 человек с вопросами принятия детей в школу. Поэтому сейчас это вопрос первой необходимости. В пристройке к 15 гимназии также есть все для комфортной школьной жизни. Кабинеты уютные, теплые и просторные. Есть свой спортивный зал. А вот ученики готовятся к ежегодному театральному фестивалю. Репетиции проходят в красивом актовом зале. Здесь проводят все праздники и торжественные мероприятия. А вот в таком просторном помещении, сидя на мягких креслах, школьники учатся петь. Здесь проходят уроки музыки. Одним словом, пристройки к школам соответствуют всем стандартам. Школьники не идут, а бегут на занятия. Учителям тоже нравится преподавать в таких условиях. Этот корпус новый, он, конечно, оснащен современной техникой. Он очень просторный. Вы видите, какие у нас большие площади, какие большие холлы, красивые, светлые. В каждом кабинете есть интерактивная доска, новая мебель получена, новые шкафы, новые парты. В нескольких кабинетах стоят отдельные парты для каждого ученика, что это тоже комфортно, удобно и детям просторно. Имеется у нас актовый зал, в котором проходит подготовка к традиционному театральному фестивалю. Это ежегодное празднество. Мы уже к этому готовы. Готовимся, начинаем готовиться с сентября месяца для того, чтобы выступить хорошо. Есть у нас спортивные залы. В школе обучается более 850 детей, в начальной школе именно. Учимся мы в две смены. Во вторую смену у нас не так много классов обучается. Те дети, которые работают в первой смене, у них есть возможность посещать дополнительные, и потом образовательные услуги. То есть проводится группа педагогической помощи, поддержки, где дети могут выполнить свои домашние задания, отдохнуть, погулять. У нас прекрасная спортивная площадка и зона отдыха на улице. А во вторую половину есть кружковая работа, на которую наши же ребята тоже приходят, так как у нас вот здесь на третьем этаже открыты два новых спортивных зала, еще дополнительные. Имеется также прекрасная столовая, в которой мы питаемся. Школа действительно комфортна, удобна работать и детям, я думаю, и также учителям. Новые школы и детские сады строят в Сочи благодаря госпрограммам. Ведь одного только бюджета города не хватит для того, чтобы реализовать эти важнейшие социальные проекты. Участвовать в программах краевых, федеральных очень важно, потому что муниципальный бюджет ни одного города, ну, например, нашего курортного, в том числе, не справится с этой задачей. А у нас задача очень амбициозная – обеспечить всех местами. Но она и вообще первейшая задача. Это касается и школы, детских садов, но это же касается и наших, например, спортивных залов, и ремонтов, и строительства спортивных залов. Это касается ремонтов с целью увеличения мест, и такие варианты есть. Это касается, например, наших точек роста, получения нового современного оборудования, которое позволяет решать задачи, доселе не стоявшие перед нами, и обучать по современным технологиям детей, и современным профессиям детей, и, естественно, по-другому предметы уже преподавать. Нам необходимо входить во все программы. Это облегчение бюджету нашего города и возможности для наших жителей. А самая главная для нас задача – это чтобы жители были довольны нашим. Ну, я еще раз подчеркну, что планы по строительству образовательных учреждений в Сочи грандиозные. До 2030 года в городе должны появиться как минимум 35 школ и детских садов. Ну, это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!